Привет, друзья! Здравствуйте! Мы на берегу Тихого океана, Коронодский залив, бухта Калыгирь. Самое знаменитое корешковое озеро Камчатки. Озеро находится на восточном побережье, 140 километрах от Петропавловского-Камчатского. Его составляют Большой и Малый Калыгирь. Длина озера Большой Калыгирь 9, а ширина 4 километра. Максимальная глубина 53 метра. Собираемся на рыбалку. На одну ночевку едем, аж мурдяка, как будто мы на месяц собрались. Дорога начинается с Традыгинского полигона, мимо домашних вулканов, пересекает реку Налыча в густях и поднимается вверх слева от сопки поперечная. Затем шахма сворачивает направо, пересекает реку Островная, идет по озерам Малое Большое Островное до реки Вахиль. Далее по Вахилю до ручья Перевальная, а затем по ручью Вахильский до реки Калыгирь, по правом берегу которой мы попадаем на озеро. Хотели поехать днем и снять вам красоты природы, но как всегда поехали ночью. Поэтому смотрите Зайцев. Зайцев встретили много, но большинство из них сразу убегали с нашего пути. Лишь этот длинноухий очень сильно хотел попасть в наш фильм. Он никуда не торопился и всячески показывал нам, ну посмотрите же какой я классный и красивый. Затем он, как все остальные, исчез в темноте. Восемь утра, мы на месте, ехали 4 часа. Дорога несложная, но мы все-таки с нартой, поэтому не особо сильно торопились. В честь прибытия на озеро и начала нашей корешковой путины мы запустили праздничный салют. Но время не ждет. Впереди утренний клев. Надо успеть развязать весь груз из волокуши и разбить лагерь. На озере часто сильные ветра, поэтому палатку необходимо закрепить в морозе в лед колышки. Юнга, приступить к обсыпке палатки. Обсыпать палатку обязательно. Так теплее ее точно не сдует. Мне, ребят, руками здесь умрешь сверлить шуруповерт. Отличная вещь. После того, как лунки пробурили, нужно обязательно их обтоптать, иначе леска и блесна будут цепляться за лед. Занялся рассвет, а с ним пришла утрянка. Самый лучший клев. Мы сыном достали наши снасти. Поставлю Никитке самую классную блесну. Рыба вообще себя ждать не заставила. Клевать стала сразу. Есть. Первая корешка лагеря. Большие экологические зубы. Молодец, сынок. Давай, лови. Я зажег газовый обогреватель. Его мощность 1 киловатт. Ее вполне достаточно для обогрева палатки. Баллона хватает на 4 часа. Никита рыбачил в тепле. Клев был отличный. Никиткина куча заметно прибавлялась. Клевала отменно. Складывать рыбу лучше на улице. Поэтому Никита периодически выкладывал рыбу с тройными тками на мороз, пересчитывал и складывал в мешок. Ему нужно было по-любому обогнать папу. Рыбалка – азартное мероприятие. Я, поймав пару корешек в палатке, решил не заставлять сыну конкуренцию и пошел ловить на улицу. Тем более, что клевала там ничуть не хуже. Слушай, а в палатке так тепло и хорошо оказывается. Про озеро Калыгирь говорят правду. Корешка там на самом деле крупная и ловится очень хорошо. Часам к 11 подтянулись серьезные рыбаки на вертолетах. Да, этот способ передвижения гораздо веселее, чем на снегоходе. Но в это время на озере как раз перерыв в клеве. Рыба есть, ее довольно много, но она игнорирует приманки и клюет очень редко. Че, Никит, не клюет? Да и че-то не клюет. Клюет? Рыбы нет, один колец. Сейчас исправим традиционным кориатским способом. Сейчас пойдет по-любому. Чувствую, рыба приближается. Кажется, заработала. Молодец, вымутил. Пошла мазута. После нашего шаманства клевать стало отменно. Только успевает цеплять и складывать. Вот он, онкологический супер-мегазубарь. Ну вы посмотрите, какой он жирный. Совершенно незаменимая штука на рыбалке. Вот такая пенка. Под ноги кладешь и все, не холодно. Ближе к часу дня активный клев все же прекратился. Слушай, пап, че-то не ловится ничего? Не ловится. Иди кушать вари. Пора обедать. У рыбы тоже обед. Классно иметь взрослого сына. Вот всему его научил. Сейчас моя рыбка пойдет. Пельмешек сварит. Всего сделает. Красота. Ну все, пельмени готовы. Я уверен, папа будет доволен. А если нет, пешком домой пойдешь. После обеда мы продолжили рыбачить. Я на улице, а Никитка вернулся в свою палатку. Ловлю в приглядку. Работает. Безотказно. Мимо. Есть. Это очень весело. Рыбы в этом году просто полно вообще. Господи. Блесна в космос улетела. Так можно и за глаз себя поймать. Обычно на экологерее нет пузанка, но сегодня даже пузанок ловится. На самом деле эта корешка малоротая обыкновенная. Отлично ловится в Вилючинске рядом с Петропавловском. Место, где мы сидим, это 785 участок. Он для промышленного рыболовства. Поэтому здесь можно ловить 200 штук в день без путевки. По норме вылова. На малом килогере там 783 участок. Он лицензионный. Там нужно покупать лицензию. Так же, как и на левом берегу, озеро Кологирь. Ну вот здесь вот, пожалуйста, лови. 200 штук в день. Строго, по норме. Хорошо показали себя серебристые и латунные блесна. Длиной 3 сантиметра. Под вечер ловилось хорошо. Никиткины стройные рядочки пополняли, чему он был очень рад. Но пора было готовиться к ночевке. Для начала нужно приготовить ужин. Мы решили сделать это на улице, чтобы лишний раз не парить в палатке. На ужин у нас был рассольник с тушенкой и светлый ингредиент. Спасибо, папа. Очень вкусно. На улице стало совсем темно. Но мы были к этому готовы. Светодиодная лента, мощная 14 ватт, подключенная к снегоходу. Прекрасный источник света. Молодец, давай. Собираешь лыжку. Так, Никитка, твоя кровать готова. Если ночуете в палатке с лунками, то лунки нужно по-любому засыпать. Потому что иначе в них что-нибудь непременно нырнет. Или фонарик, или телефон, или еще что-нибудь. Поэтому лучше их засыпать, а утром по-новому их пробыть. Никит, ты как принцесса на горошине. Прям два матраса. Раз. Два. Красота. У меня-то коврик круче. Во какой. Жена подарила. Надувается быстро и очень компактный. Никита сейчас конкретно запаковал. У Никитки спальник Red Fox Top 15 на минус 40. А у меня Баск Каракарам. Спальник просто огонь. Я в нем спал вообще на улице в Нарте в минус 40 градусов. Ну, прохладно, конечно. Но нормально, спать можно. На всякий случай закинул у Никитки в спальник две каталитические грелки на бензине. Папа, правда, что озеро Калагирину мистическое? Ну, я вообще удивлен, что сюда уфологи и всякие экстрасенсы табуном не ходят. Есть такое поверье, что давно здесь были исследователи, которые нашли пещеру, где-то в скалистой части озера, в которой было какое-то таинственное свечение. И даже один из этих ученых, он даже временно ослеп. И потом собирали экспедицию, ходили на плоту по озеру с мотором, искали-искали, но в конце концов пещеру так и не нашли. Ну, некоторые всерьез думают, что реально здесь даже НЛО, база под водой. Короче, хватает здесь на озере всяких слухов таких, которые делают это озеро таким необратным. Обычным, я бы сказал. Но, во всяком случае, НЛО из-под воды у меня не вылетало, это точно совершенно. Все, спи давай, завтра вставать рано. Все, бая-баюшки, баю. Ночь пролетела незаметно. Было тепло и комфортно. Утром, посмотрев на то, как Никита сладко спит, я не стал его беспокоить, а вышел из палатки немного порыбачить. Рыбы было очень много, клев был отменный. Поймав пару терков корешек, я вернулся в палатку будить сына и готовить завтрак. Восемь часов утра. Кто-то сдает на пожарника. Эй, друг мой. Никитка. Эй, друг мой. Ладно, спи еще. Большая господина, вставайте. Гречневая каша с тушенкой готова. Там еще темно. Просто супер. Давай, просыпайся. Сыночек, вставай. Ну как, каша? Вкусная. Ешь давай, надо рыбу ловить. Сил набираться. Слушай, папа, я тут, значит, поел, поспал и набрался сил. И я вызываю тебя на поединок. На танцевание, что ли? Тут неравных нет. Нет, кто быстрее пять штук поймает. Чтобы ты победил, мне придется тебе форы дать, четыре рыбины. Ну давай, ладно. Только для этого мне надо еще подготовиться. Аквалангиста запусти. Ну что ты там, готов проигрывать? Ну ладно, боевая ничья. Давай до десятки. А смотри, кто поймал десятую штучку. Это означает, что я выиграю. Молодец, поздравляю. Честная победа. В обед мы устроили экскурсию на морскую сторону озера. Ехать минут десять. Прибыв на морской берег, мы обнаружили, что устья, вытекающие из озера реки, не замыты штормом. А это значит, что можно ждать новых заходов свежей корешки в озеро и отличного клева до конца сезона. Никита по-быстрому построил новогоднюю елку из снега, и мы отправились в сторону входа в озеро Малый Калагирь, решив поискать селедку. Давай, салага, давай. Это не шуруповертом сверлить. Что такое? Спотел? Селедка ловилась на глубине 10 метров, но как-то совсем неактивно. Поэтому мы свернули это мероприятие и вернулись в лагерь ожидать послебеденного клева. На улице мороз такой, но небольшой, но довольно прохладно. Ладно, не хочет. Ну, опять замерла. Да ну нет. Вот это да! О, какой хороший. Вот, ребята, вот за этими здоровыми зубарями мы едем всю ночь через Буэраки на Калагирь. Это озеро нужно беречь. Вот на самом деле это наш бриллиант. Вот у нас в Петропавловске нет таких рядышком мест, где можно так хорошо половить курюшку. Было бы неплохо, если бы это место досталось бы нашим детям и их детям. Поэтому я призываю не ловить здесь по миллиону штук, не хвастаться мешками уловов. Положено 200 штук в день. Вот 200 штук надо и ловить. Не бросайте мусор, не лейте масло, бензин, не кидайте ничего, возите за собой все. Пусть это озеро будет такое же красивое и рыбное всегда. Красота! Обнаружил местную банду. Здесь вороны воруют колюшку, а орел у них за главного. Вот он, настоящий владыка озера Калыгирь. Белоплечий орлан. Красивая и гордая птица. Снимать его одно удовольствие. Но когда к нему пришла подмога, я решил, что мой дрон может опять огрести и убрался. Лев замер. И учитывая, что сын у него завтра в школу, а мне на работу, мы решили собираться домой. Все, хватит. Отлично, порыбачили. Пора и честь знать. 296, 297, 298, 299, 300. Мы поймали ровно 300 штук. Рыбалка отличная! Просто огонь! Весь мусор в пакет и домой. Мы находимся на озере. Ничего здесь бросать нельзя. Это все растает и все утонет под воду. Нельзя ни в коем случае. Весь мусор на хаус директ. Попрощавшись с озером, связав нашу поклажу в волокушу, мы отправились домой. В дороге мы разок застряли, попили чай на вахиле и только под вечер увидели домашний вулкан с северной стороны. Напомню, что для проезда на коллагерь необходимо разрешение, поскольку часть дороги проходит по территории Налчевского парка. Получить его можно, заполнив заявку по интернету. На этом наша экологическая история заканчивается. До новых встреч! Пока! Будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok